В Бобруйске строят детский сад на 240 мест. Будет 13 групп. Две из них непростые. Одна рассчитана для детей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата. Другая для ребят с ослабленным здоровьем. Кроме этого, планируется создание безбарьерной среды. Медицинский блок оборудует дополнительными кабинетами физиотерапии и массажа. Также в проекте есть бассейн, музыкальные, спортивные и гимнастические залы. В Беларуси продолжается вакцинация. Иммунизация от COVID-19 добровольная и бесплатная. На выбор несколько препаратов. Минимум один антиковидный укол уже сделали более 27% населения. Получить порцию здоровья можно на базе медучреждений или в специальных прививочных пунктах. Также работают выездные бригады. Появились мошенники, которые действуют от имени Белпочты. С помощью звонков и фальшивого сайта предлагают поучаствовать в лотереях и розыгрышах, вследствие чего получают доступ к мобильному устройству клиента и могут воспользоваться его данными либо заблокировать. Это не новый вид обмана, но количество таких случаев увеличивается. В Беларуси профессия Бориста может стать официальной. Документ приняли 22 сентября. Во время заседания группы по вопросам отрасли торговли и общепита секторального совета квалификаций «Примар». Далее проект направят для утверждения в Министерство труда и социальной защиты. Минсвязь выпускает в обращение праздничные марки с Новым годом и с Рождеством Христовым. У них уникальный дизайн. Его разработала Марина Витковская. Они появятся в отделениях почты с 28 октября. Более подробную информацию можно узнать на сайте ведомства.